Еще одним фактором стабилизации стоимости квадратного метра в городе станет переориентация части покупателей на загородную недвижимость. То, что территория вокруг Челябинска, она, в общем-то, четко скажется с уверенностью, что она не распределена между строительными компаниями, нельзя. Значит, будет всплеск на загородное жилье. Та же ситуация, как и в Москве. И спрос увеличится на загородное и, соответственно, снизится на городское жилье. О снижении себестоимости возводимого жилья строитель пока говорить не готовы. Начиная с февраля часть производителей строительных материалов уже озвучила повышение расценок. Следовательно, начиная с марта все это застройщики заложат в стоимость квадратного метра. В среднем рост составит 10%. Соответственно, мы где-то с марта планируем повышение стоимости квадратного метра нашего строительства жилья где-то процентов, ну, в пределах 10. Это только вот первая волна, это весеннее подорожание. Поэтому про удешевление пока мы говорить не можем. Удорожание будет происходить дифференцированно и распределяться по сегментам рынка. В расчет будут приниматься не только фактор удаленности дома от центра города, но и технологии строительства. То есть средний класс сейчас понял о том, что монолитные дома, это дома, которые будут стоять 200 лет. Эти вот дома будут сейчас дорожать быстрее. У них недооцененный спрос. Второе место по динамике роста цен займет загородная малоэтажка. В последнюю очередь стоимость метров увеличится в панельных домах, которые считаются устаревшими. Но несмотря на то, что с февраля отпускные цены на первичное жилье уже поднялись на 5%, погоду и дорожание не должно превысить 20-25%. А в областном Минстрое дают еще более оптимистичные прогнозные цифры 7%. Если это действительно сбудется, то, пожалуй, нынешний год может войти в историю как период ценового застоя на рынке недвижимости.